Это проект Мы и Они, и я его автор Мария Шахова. Многие из вас помнят, что мы решили запустить новый формат, и теперь я точно уверена, что это должны быть не новости. Ну, в общем-то, мы так и решили назвать. Не новости. Сразу хочу сказать, что основной формат никуда не делся. Я лишь хочу разнообразить контент темами, которые мне действительно интересны. Надеюсь, и вам тоже. Хочу объяснить, как родилась идея этого формата. У меня есть ощущение, что мы с вами в какой-то момент перестали верить в самих себя. Перестали верить в нашу промышленность, ученых, инженеров. И я говорю не про последние пару лет. Это тренд, который существует уже давно. Здесь я хочу рассказывать о гениальных людях из России. О тех, кто был, и о тех, кто совершает открытия сейчас. Ведь мы с вами знаем, что наша страна всегда славилась великими умами. Это и Ломоносов, и Менделеев, Королев, Сахаров, Ландау. Перечислять можно бесконечно. Но есть и те, чьи имена известны не столь широко. Просто потому, что их достижения не успели впечатлеть в истории. Причины разные. Например, мы долгое время не задумывались о патентах. Ну, поздновато до нас дошла эта система. А вот идеи были всегда. Да еще какие. Иногда гениальные. Помимо того, что патенты мы ввели всего на пару веков позже, чем весь остальной мир, с маркетингом и пиаром у нас тоже проблемки. Короче, все как всегда. Придумывать умели, а продвигать не очень. Ну, думаю, в этом мы стабильны. В мировой истории Российская империя никогда не славилась как технологическая сверхдержава. Но именно здесь впервые были созданы сухое молоко, семиструнная гитара, ледокол, парашют, еще более 40 интересных вещей. Сегодня я хочу вам рассказать, каково это быть инженером в России на примере трех изобретений из Российской империи и трех из нашего времени. Обязательно ставьте лайк этому видео, так вы помогаете продвигать наш контент. Ну, конечно же, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о новом формате. И первый, как сейчас бы сказали, стартап, о котором я хочу вам рассказать, это рамочное пчеловодство. Конечно, кто-то скажет, что мелковато, но я поспорю. Рамочный улей – это великое изобретение. Ну, конечно, есть компьютер, телефон или, не знаю, ВКонтакте, в конце концов. Но мы с вами покупаем мед, добавляем его в чай или просто едим из банки. И все это благодаря конкретному человеку – Петру Прокоповичу. Вы в курсе, что этот продукт долгое время добывали барварским методом? Если кратко, то пасечники просто разрушали ульи, после чего пчелы умирали. Это происходило до тех пор, пока не появилась американская технология Лоренцо Лангстрота. Ну, как бы это по официальной версии. На самом деле все обстояло несколько иначе. В конце 18 века молодой корнет Петр Прокопович вернулся в родную деревню после службы в армии. В деревне он обнаружил новый тренд – одомашнивание пчел. Прокопович быстро смекнул, что на этом можно заработать, и создал собственную ферму. К 1810 году его бизнес достиг больших масштабов. Ну, понятно, по меркам того времени. Целых 300 пчелиных семей. А через 20 лет у него было уже 10 тысяч семей. На этот момент это было самое крупное медовое производство во всем мире. В чем был секрет Прокоповича? Почему его пчелы не умирали? Все просто. Гений придумал заменить обычные старые ульи на современные рамочные технологии. Ну, то есть раньше ульи приходилось разрушать, а теперь достаточно было вынуть рамку, собрать с нее мед и вернуть рамку обратно, не мешая жизни пчелиным семьям. Такую поистине революционную систему Петр Прокопович разработал в 1814 году, после чего его изобретение быстро стало популярным. И уже к середине 19 века многие пчеловоды в России перешли на рамочные ульи, в отличие от своих иностранных коллег. Спустя 24 года поляк Ян Дзержон, путешествуя по России, увидел систему Прокоповича, слегка изменил расстояние между рамками и запатентовал систему как свою. В 1852 году был заявлен американский патент на рамочные ульи, технология которого отличалась от технологии Прокоповича и Дзержона количеством рамок. В итоге изобретение вернулось в Россию в конце 19 века в виде книги американца Лоренцо Ланстротто, который считается отцом американского пчеловодства. Кстати, его технологии и сегодня используются во всем мире. Но что-то мне подсказывает, что мы с вами знаем теперь настоящую историю. Американцы оказались первыми не только в этом. 20 июля 1969 года американцы впервые в истории высаживаются на Луну. Позже в интервью журналу Life один из авторов лунной программы расскажет, что наблюдая за взлетом корабля «Аполлон», он думал о российском ученом из Новосибирска. Его звали Юрий Кондратюк. Именно благодаря ему и состоялся этот американский полет. До сих пор его работы и биографию изучают американские студенты. Что сделал этот российский гейм? Почему его открытием воспользовались американцы, а не СССР? Этот ученый-самоучка еще при царе рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Но революция 1917 года внесла свои корректировки в главу по освоению космоса. Юрию пришлось бежать в Сибирь и менять имя. На самом деле изобретателя звали Александр Шаргей. В СССР к подобным людям и их идеям относились с особой осторожностью. Поэтому его наработки не принимали всерьез и отложили в долгий ящик. Но идеи Кондратюка были поистине гениальными. Помимо траектории полетов на Луну, он написал книгу «Завоевание межпланетных пространств», где впервые описал, что такое скафандр. Он первым рассказал, что человек не сможет выжить без этого скафандра в открытом космосе. Также он рассказал о правильном положении космонавтов в полете и о ракете с несколькими ступенями. К слову, в Америке его имя можно найти в Международном зале космической славы Музея истории космоса. А трассой Кондратюка названа траектория, по которой американцы долетели до спутника Земли. В то время как в СССР он считался врагом народа. В Новосибирске сегодня мало кто вспомнит об этом малоизвестном для современного человека ученым. Хотя в городе есть площадь, названная в его честь. Также считается, что через год после экспедиции Нил Армстронг приехал в Новосибирск. Первым делом он отправился по адресу Советская, дом 24, где работал Кондратюк. Он набрал город Земли и увез ее с собой в Америку. По ней когда-то ходил великий русский ученый, который сделал возможным покорение других планет. «Эта земля для меня имеет не меньшую ценность, чем лунный грунт», – заявил тогда Нил. Жаль, что мало кто из новосибирцев понял, зачем Нил приезжал в Россию. Ведь почти никто из жителей не говорил на английском языке. Если у вас есть аналогичная проблема, вы хотите общаться с иностранцами и давно собираетесь учить разговорный английский, то я вам рекомендую курсы от Яндекс.Практикума. В мире, где правит информация, самое главное – уметь общаться. Без стеснения, в разных жизненных ситуациях, в такси, в ресторанах, в очереди, в магазин, на улице, в конце концов, с прохожими. И Яндекс.Практикум – это онлайн-курсы, которые, как мне кажется, выстроены по идеальной системе. На старте вам проводят бесплатную диагностику, чтобы определить уровень ваших знаний. После этого составляют график индивидуальных занятий с преподавателем и назначают отработку уроков на самой платформе. А в конце каждого модуля вы будете общаться с иностранцами. И что особенно важно, каждое занятие проходит в удобное для вас время и длится всего 30 минут. За курс вы избавитесь от языкового барьера и сможете еще больше расширить свои границы, для того, чтобы понимать разницу культур и менталитетов. Не теряйте время, переходите по ссылке или сканируйте QR-код на экране. Оставляйте заявку на бесплатную консультацию от Яндекс.Практикума. Но сначала досмотрите выпуск до конца. Еще одной поистине царской разработкой, которая успешно пользовалась в том числе советскими учеными, был электрокар. Да, вы не ослышались. В конце 19 века в Санкт-Петербурге презентовали первый в стране электромобиль. Автором этого проекта стал дворянин-инженер Ипполит Романов. Тогда в мире уже, конечно, создавались подобные аппараты на электрической тяге. Но Романов усовершенствовал автомобиль, придумав особые аккумуляторы. Машина, кстати, разгонялась до 40 км в час и могла преодолеть практически 60 км. Это без подзарядки. Итак, как все было. В 1889 году Романов, как бы сейчас сказали, нашел инвестора. Он принес чертежи первого русского электромобиля известному предпринимателю Петру Фрезе. Конечно же, идея его покорила. И вскоре на фабрике Фрезе создали прототипы с электромоторами, которые придумал Романов. Ну, кстати, мне кажется, нужно здесь заметить, что у автомобиля были разные комплектации. Можно было выбрать открытый или закрытый. Также можно было взять с подогревом или без. Романов, кстати, также пришел к совершенно гениальному решению. Каждое колесо электромобиля приводилось в движение отдельным двигателем. В итоге легкий маневренный транспорт с раздельным приводом превосходил по своим возможностям авто на бензиновом двигателе. Электромобиль хотели было запустить в массовое производство, но, и как в современном мире, все уперлось в трудности с зарядкой аккумуляторов. Потому что электричество в гараж провести было невозможно, а, ну, заправок, естественно, еще не существовало. Тогда Романов решил сделать аналог современного общественного транспорта, такой электроанимус. А стекленный кузов с двумя площадками мог перевозить 15 человек с багажом. Батареи обеспечивали проезд 64 верст со средней скоростью 10 верст в час. А в 1902 году на московской фабрике «Дукс» был построен электрообнимус уже на 20 мест. Он был оборудован пневматическими шинами, что прибавляло мягкости на ходу. Тогда, кстати, транспорт стали использовать для обслуживания гостиниц. Идея запустить 10 городских маршрутов с такими электроавтобусами очень понравилась чиновникам, но, к сожалению, финансировать они отказались. А чуть позже стремительно стал развиваться транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Ну, и в результате Ипполиту Владимировичу Романову пришлось переключиться на другие области электротехники. Ну, скажу вам честно, что судя по тому, что сегодня во многих городах мира люди пересели на электрокары и электробусы, Ипполит Романов просто опередил свое время. Ну, наверное, как и большинство гениев. К сожалению, многие российские деятели не получили должного признания при жизни. Конечно, дело было вовсе не в их идеях, совсем наоборот. И гениальным проектам часто не хватало инвесторов, рекламы, даже простого своевременного патента. То есть того самого этапа, на котором классная задумка должна стать историческим скачком в развитии. Изменилось ли это? Покажет время. Давайте вернемся в сегодняшний день. Сотни раз на дню мы смотрим на свой телефон, чтобы его разблокировать. На самом деле технологии распознавания лиц используются во многих отраслях. Это и розыск преступников, бесконтактная оплата, поиск друзей, в конце концов, в социальных сетях. Этой технологией уже пользуется практически весь мир. Но рекордсменом является Китай. Считается, что в Поднебесной расположена почти половина всех умных камер мира. Это около 400 миллионов. Технологию используют не только для поиска преступников, но и для сбора информации, влияющей на социальный рейтинг китайцев. Тем не менее, настоящий прорыв в системах распознавания лиц произошел не в далеком Пекине, а здесь, в Москве. Все началось с того, что выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Артем Кухаренко создал приложение для распознавания пород собак. Друзья показали его работу потенциальному инвестору, после чего было принято решение не ограничиваться только собаками, а нацелится на более перспективный рынок – распознавание человеческих лиц. Скажу вам честно, я знакома с этим инвестором и знаю об этой истории не понаслышке. Буквально из первых уст Кухаренко основал компанию Antech Lab, которая разработала уникальный алгоритм распознавания лиц на основе самообучающихся нейронных сетей. Желая проверить свой уровень, команда Артема отправила алгоритм на престижный конкурс «Вашингтонский университет». И неожиданно для всех решение Antech Lab признали лучшим. Россияне обошли даже такой гигант, как Google. Кухаренко и его команда столкнулись с небывалым ажиотажем. Алгоритмом интересовались все – инвесторы, потенциальные клиенты, журналисты. И чтобы показать, на что способен их алгоритм, в 2016 году Кухаренко сделал доступным приложение FindFace для пользователей ВКонтакте. Я думаю, многие из вас помнят это приложение. Тогда можно было за секунду найти человека по одной фотографии многомиллионной базе пользователей. В 2017 году стало известно, что технология взята на вооружение властями Москвы. Решение Antech Lab по распознаванию внедрили в городскую систему видеонаблюдения. Мы с вами проверили это на себе во время ковида. Кстати, сейчас разработка Кухаренко признана Национальным институтом стандартов технологий США лучшей в мире. Ее преимущество состоит в том, что на поиск по базе данных у программы уходит меньше секунды. За это время искусственный интеллект успевает сверить изображения с миллиардом лиц. Только вдумайтесь, какая это скорость. Не только распознавание лиц, но и виртуальная реальность еще каких-то 20 лет назад были чем-то фантастическим и невероятным. Сегодня этим, конечно, уже никого не удивить. Огромному скачку мировая отрасль обязана двум парням из Воронежа. Андрей Десятов и Петр Севастьянов создали технологию, которая позволяет видеть изображение в виртуальной реальности без задержки. Это предотвращает появление головокружения и тошноты, которые часто возникают при использовании устройства. Также благодаря этой разработке, например, в компьютерной игре с использованием VR-шлемов, теперь одновременно могут участвовать неограниченное количество пользователей. Помимо этого, технология открывает широкие возможности как для обучения в компаниях, так и для продажи квартир у девелоперов и много-много где еще. Технологию так и назвали – Anti-Latency, что в переводе с английского означает «антизадержка». Проект был основан в 2015 году и уже через два года стал лучшим VR-железом на выставке в США. Стартап представляет собой устройство, похожее на маленькую камеру с сенсорами. Оно закрепляется, например, на VR-шлеме и отслеживает перемещение человека в пространстве. То есть сама по себе эта технология не нова. На рынке в Америке давно работают компании, с помощью которых делают спецэффекты для кино. Но нашим изобретателям из Воронежа удалось удешевить и улучшить эту технологию. И таким образом виртуальная реальность стала доступнее обычным людям, таким, как мы с вами. Сейчас бизнес, ребята, идет неплохо. Их продукция действительно продается по всему миру. Правда, как уверяют основатели компании, дела могли бы обстоять и лучше. Но геополитическая токсичность дает о себе знать. Будущее приближается семимильными шагами. И не только в виртуальной реальности. Представьте, у вас на столе лежит голубая полоска, которая служит вам будильником. В машине вы ее разворачиваете, и вот это уже навигатор. На работе эта полоска превращается в ноутбук. А вечером, придя домой, вы разворачиваете ее до размеров телевизора и смотрите фильмы. И это все не фантастика. Ученые говорят, что в ближайшие 10 лет именно так будут выглядеть наши с вами гаджеты. И все это благодаря нашим изобретателям из Нижнего Тагила и Сочи. В 2004 году Константин Новоселов и Андрей Гейм открыли новый материал под названием графен. Я сейчас постараюсь простыми словами вам объяснить, что это такое. Не удивляйтесь, что я разбираюсь в физике, потому что когда-то я даже выиграла Всероссийскую Олимпиаду. Понимаю, что выгляжу я совсем не так. Попытаюсь просто объяснить вам, что такое графен. По факту это углерод. А самый распространенный углерод в нашей с вами жизни это графит. То есть простой карандаш является прямым родственником материалу будущего. Думаю, многие знают, что под давлением графит превращается в алмаз. То есть алмаз это тоже углерод, но уже с другими свойствами. Графен же наоборот. Графит, но как бы выложенный в очень тонкий слой. И за счет расстояния между атомами его свойства меняются. Мне кажется, стоит рассказать о том, как совершили открытие Константин и Андрей. Они взяли простой карандаш, кусок скотча, нарисовали карандашом на скотче, затем склеили его пополам, развернули, после этого половинку склеили еще раз. И так сделали много раз до тех пор, пока карандаш не приобрел как бы такое еле заметное напыление. После этого они стали изучать это напыление и выяснили, что материала с подобными свойствами просто не существует в мире. Кто-то скажет, что такое открытие мог совершить любой школьник. Соглашусь, только если бы школьники знали физику так же хорошо, как наши изобретатели. Из этого материала уже сегодня делают тонкие, но при этом очень мощные аккумуляторы для смартфонов. Кстати, их уже используют Samsung и Apple. Также из этого материала делают павербанки и много чего еще. Конечно же, оба наших изобретателя в 2010 году получили Нобелевскую премию. На сегодня это все стартапы и изобретения, о которых я хотела вам рассказать. Понимаешь, наверное, непривычно видеть меня без иностранцев в кадре, но я намерена вас удивлять. Я считаю, что нам нужно больше говорить о наших людях, о наших героях, для того, чтобы мы верили в себя, в свой народ и в свою страну. Обязательно пишите, что вы думаете об этом формате в комментариях, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на наш канал.